давайте к интересному сейчас форум давосе ну тут конечно не самое интересное что порошенко не хватило по сути но давос проводится подождите давос проводится не из-за порошенко украина сейчас не в топе и поэтому но приехал и приехал самое лучшее было с я вам просто давайте чтобы закрыть тему украины лучше всего написал второй любимый блогер президента тарас березовец он написал вот как раз накануне что мы с вами это что в украинском доме в давосе весь день идут переговоры напряженные инвестициях а в русском доме незатейливо наливают водку онегин возможно это правда но хочется но ведь главное же эффективность вот давайте через год проверим как что больше дало эффективность разговоры в украинском доме об инвестициях или наливание водки онегин в русском доме вот все поэтому но но то я верю что русские наливают водку так сказать инвестором потенциальным а потом может быть еще их это а утром инвестор просыпается ему говорят вот тут и девушка который рядом с ним просыпается ну горит или горит горит обвинение в харрисменте или инвестиция ты как а можно и то и другое но горит но горит особо талантливые да не мы можно наши инвестиции и харрисмент потом регулярный но да не публичный не публичный что касается трампа надо сделать на пол шага вперед смотрите вот я после я пытаюсь последнее время объяснить что постоянно уже стану с упорством достойным лучшего примера глобальный мир иной чем мир расширяющегося капитализма он принципиально иной в глобальном мире не действуют привычные модели и вот я просто поясню то что провел трамп эту фантастическую по масштабам я же говорю пусть американцы решают она позитивная негативная налоговую реформу но вот представьте себе что налог с корпорации на прибыль падает с 35 до этого до 21 процента а для нефтяников 37 до 21 для тех кто выводит иностранный капитал ну заводит капитал в сша 15 процентов с с налог с кэша как и 8 процентов и точнее в ценных бумагах с безнала это вот в один день подоходный для тех кто получает выше девяти с половиной тысяч долларов в год до тридцати восьми с половиной тысячи год с 15 до 12 процентов на самом деле это существенно тоже потому что это в себестоимости же у американцев 70 75 процентов заработная плата в себестоимости и этот налог тоже сказывается то есть опять же надо надо это эти эти вещи понимать плюс еще целый ряд там налоговых это самая на масштабная реформа дура нет вообще из всех предвыборных обещаний хотя они допустим на естественно его электорат будет больше реагировать на допустим стену с мексиканцами ну предположим построить с мексикой но это наиболее масштабная и влиятельная реформа которая отразится вообще на соединенных штатах америки ну а вслед за ним он ее сейчас отполирует этом программой реновации на один триллион там просто единственная хочу с вашего позволения уточнения сделать там у них существовало насколько я помню налоговой системе такая как бы ну специфика что компании американские которые зарабатывают деньги за рубежом им было невыгодно возвращать эти деньги в соединенные штаты и они хранили их в зарубежных банках например а теперь им выгодно вернуть их и чтобы они начали работать соединенных штатах это колоссально просто будет да правильно денежный поток да смотрите я это понимаю но а теперь вот то что вы сказали правильно а теперь вопрос если это либеральная реформа чисто либеральная то есть мы понижаем налоги в рассчитывая на рост экономической активности приток денег там создание новых рабочих мест ну все это если это либеральная модель что происходит дальше в америке появляются сотни миллиардов это пишут и сторонники и противники там сотни миллиардов свободных денег новых денег то есть которые на что они идут противники трампа пишут на покупку немецких и китайских товаров а трамп говорит а хрен вам я ввожу протекционистские меры протекционизм это не из либерализма модель в чистом виде не работает то есть друзьям либерализм врагам протекционизм плохие немцы китайцы которые обманули опять же что произошло вот когда трамп говорит что мексика и китай обман что немцы плохие а мексика и китай обманули соединенные штаты в торговых переговорах ну в оба мексика но в чем трамп прав по сути когда штаты вели то есть вся мировая система торговли написана под диктовку с штатов компромисс заключался мог только в том что ты можешь согласиться на то что тебе штаты предлагают то есть добровольно иначе ну тебе другим способом это все извините в тюхали единственные были были кое-какие компромиссы но фактически все на условиях соединенных штатов произошло но мир стал глобален и когда мир стал глобален и рынки перестали расширяться то проигравших в штатах тоже оказалось достаточно много и трамп как раз это лидер проигравших в от глобального мира внутри соединенных штатов вот понимаете о чем я говорю то есть от глобаль от глобализации которая если мы возьмем сторону как интернет связь до глобализации она не может быть плохой или хороший это нормальный процесс развития человечества а любой процесс развития это плюс но экономические последствия есть в том числе и негативные и эти негативные последствия в последнюю очередь но уже ударили и по соединенным штатам и до такой степени ударили что президент был избран пусть там меньшинством голосов но по их избирательной системе и пусть он представляет меньшинство элиты экономических но тем не менее тот который от проигравших который говорит давайте выломимся из этой глобальной системы поможет не поможет давать это другой вопрос и сторонники трампа и противники достаточно там логично логично это все обсуждает это американский спор и уж точно ну не нами с киева его там обсуждать но сама в сам факт что либеральные методы у себя требуют протекционизма о свободе торговли речи не идет естественно естественно то есть другие страны должны защищаться фактически в давосе трамп ну подтвердил свою линию на то что сша выламываются из глобального либерального мирового порядка который они сами создали им естественно европейцы говорят что извините дорогой трамп дорогие американцы вы что уху еле так сказать перед тем как это объявить но вы же это создали мы на это согласились извините у нас тоже есть выигравшие проигравшие хватит этим маяться но не получается что трамп достаточно последовательно китай говорит вы нас не признаете страной с рыночной экономикой недовольны эти первое второе вы нам перекрываете возможности для инвестиций в восточную европу вы перекрываете и не даете ребята послушайте вы же вроде за свободную мировую торговлю мы тоже за но вы курс держите у вас курс юаня определяется не на бирже а так как директивами политбюро не одну мы на бирже готовы не одни не так у вас и бирже под руководством политбюро хорошо а тогда мы вот уже запустили тогда мы запускаем мы нефтью торгуем за юаня а юани сразу же конверс на соседней бирже ну это все в одной системе а ю а юани можно будет перевести в золото прямой под не ваши бумажки об золото прямой поставки ну давайте посмотрим вот если мы начнем выламываться из долларовой системы что произойдет а понятно что брикс под это заточен и золо там тоже интересная ситуация что очень большие реальные запасы и у китая и у россии очень большая добыча и у россии и южной африки которая входит в этот а главный потребитель золото если мы возьмем ювелир ювелирного это индия и китай но индия из-за специфической кастовой системы или к там просто в китае тоже читал доклад последний что появилось много людей богатых и они покупают украшения да но дело в том что просто в индии даже бедные люди вот он будет 10 лет откладывать но вот чтоб какая-то золотая цепочка на нем появилась как сим или на его жене успех как успех там очень важно хорошо то есть систем более того в этой силу в бриксе например если мы возьмем то что сначала было казалось абсолютно искусственным объединением сейчас и даже на сегодня вот вы знаете что эти страны например сделали за по моему у них в шестнадцатом году были данные что-то почти 200 миллиардов инвестиций эти страны иностранных внутренние инвестиции по моему пять шесть процентов только составляли то есть они почти из-за проблемы из-за валютной проблемы то есть вот снижение этих барьеров переход на национальные валюты в расчетах инвестирования резко увеличит обороты внутри и резко снизить необходимость в долларе не надо не рисовать никаких апокалиптических картин это все очень не скоро но шаги делаются ведь и штаты и китай рассуждают все таки как будучи империями с имперским мышлением там на 10-20 лет в перспективе 10-20 лет китай делает определенные шаги по дедоларизации мировой я даже больше скажу что если си Цзиньпинь делает этот новый шелковый путь это 50-100 лет то есть это не два они за 20 лет только его построят там в лучшем случае ну а нет так сказать ну вопрос но вызов начнется раньше с дедоларизация начнется дальше намного раньше и более того и китай уже два года все могут иметь второго ребенка нет ограничений никаких естественно есть рост населения которое надо обеспечивать поэтому более того в этом мире глобальном у китая китай может от есть извините в основном у штатов ну если сейчас начался перед китай сейчас находится в положении примерно германии перед первой мировой войной когда есть сила возможности деньги индустриально то есть все есть мозги а нету территорию колонии но нету территории зависимых поэтому надо от у кого-то от есть поэтому не так болезненно воспринимает это южно-китайское море как свое внутреннее не хотят сделать поэтому они так стараются в африку зайти в латинскую америку но им еще и ресурсы нужны правильно им нужны ресурсы но что такое ресурс доступ к ресурсам это объекты кинги инвестирования и потом и защита и защита и защиты военная защита то есть китай сейчас естественно китай неизбежно начинает приходить к логике если шелковый путь это логика территориальной этой континентальной империи то скажем ресурсы африка и латинская америка например это логика морской державы надо канонерки использовать политика канонерки или большой дубинки как говорили как говорил дядя сэн в этом плане пока это все вот опять же не надо рисовать там апокалиптических картин на ближайшее время но это всем на самом деле это понятные вещи как говорят китайцы что даже путь в 10000 ли начинается с первого шага но не уже несколько шагов сделали вот в том направлении но это скажем так глобальная долгосрочная мировая тенденция тенденция вызова а американскому глобальному превосходству и сами американцы это признают кстати бжезинский перед незадолго перед смертью же вот он как раз про новый мировой порядок сша китай россия его была идея то есть его ялта 2 виделась в таком то есть безбритании уже хотя мы сейчас видим что трамп умудрился из британии это в общем-то как-то так не но он кстати же забыла не данное заявление что хочет большой глобальный договора взаимной торговли ну какой-то на партнерские с британией благодаря тому что поддержал выход из европейского союза ну посмотрим это тоже тут это отдельная тема вот это англо-саксонская трансатлантическое сотрудничество и трение в этом в этом сад так все таки вот по поводу давоса что-то можно режимировать ну вот это вот это режима трамп подтвердил трамп подтвердил курс на протекционизм на выход из всех возьму из там где возможно выхода из всех торговых получается что европа будет стоять перед серьезным это для не очень большой вызов если для них как бы ужесточиться рынок выход на рынок соединенных штатов америки прежде все кстати для германии как и герма но у кого больше всего тот супер как этот супер плац этот ну торговый баланс сторону естественно положительный и франция это же там много для них надо искать новые рынки переориентироваться переориентироваться а куда переориентироваться мы не можем сказать как это на на страну название которой мы не можем здесь употреблять но назовем ее насказательно мордор да но есть еще нет но есть китай понятно есть китай но это очень послушать это не делается ни в один не в один день более того рынки то все поделены ну не так просто а